Закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации был принят накануне депутатами Государственной Думы в первом чтении. Для нашего региона этот документ имеет важное значение, так как в нем пересматриваются существующие в Конституции принципы отношений в сложноустроенных регионах, таких как Архангельская область и Ненинский автономный округ и ему подобных. Авторы законопроекта – сенатор Андрей Клишис и депутат Павел Крашениников. Надо отметить, что принятый в первом чтении законопроект касается различных аспектов регулирования региональной власти. Действующий до этого времени закон, которым руководствовались органы власти около 20 лет, изжил себя. В него было внесено более 200 поправок. Таким образом, после принятия закона число сроков нахождения у власти губернаторов будет определять Заксобрание регионов. В настоящее время главы регионов не могут быть избранными на пост более двух сроков подряд. Кроме того, законопроект изменяет механизм ответственности главы региона. Он может быть отрешен от должности президентом России, в том числе в связи с утратой доверия президентом. После отрешения губернатор в течение пяти лет не сможет занимать такую должность ни в одном регионе. Также новый закон о региональной власти даст возможность местным парламентам работать дистанционно. Но все же наиболее важным для нашего региона является аспект, который регулирует так называемые сложносоставные отношения в регионах, подобных Ненинскому округу. Что касается Ненинско-автономного округа, изменения на самом деле очень неплохие, те, которые там нам предложены. Я буду вести речь прежде всего о полномочиях совместно видней, которые больше всего нас волнуют и беспокоят. Это прежде всего полномочия по образованию, медицине, культуре, транспорту. Те полномочия, которые мы по договору исполняем в Ненинско-автономном округе. И которые, помните, в свое время, когда мы не сумели заключить договор, исполняла Архангельская область, мы почувствовали, насколько нам все тяжело, поскольку было существенно сокращено финансирование. Сельское хозяйство, прежде всего, линейство транспорта, субсидирование по транспорту, по школам, когда мы мел собирали по квартирам. Все это мы проходили, все знаем. Таким образом, если рассматривать только наш субъект, то, согласно редакции нового закона, государственные полномочия регион может исполнять сам. Необходимости в заключении договора с областью не будет, как это происходит в настоящее время. Прежде всего, если мы будем исполнять полномочия, по сути дела, не будет договорных отношений в сложно подчиненных, в сложно составных субъектах. Каким образом будет финансирование? Напрямую из федерального центра будет изменен бюджетный кодекс Российской Федерации? Эти технические вопросы о прямом финансировании, считает депутат законопроекта, необходимо решить между первым и вторым чтением. Сейчас готовятся законодательные инициативы совместно с собранием депутатов Ненинского округа. С собранием депутатов Ненинского округа был направлен отзыв на данный законопроект, в соответствии с которым мы дали предложение установить норму, в соответствии с которой то, что те полномочия, которые реализуются на территории Ненинского округа, целиком реализовывал Ненинский округ. То есть уйти от договора между Архангельской областью и Ненинским округом и закрепить уже на постоянной основе, на уровне федерального закона, то распределение полномочий, которое существует на сегодняшний день. Однако решение вопроса будет во многом зависеть от позиций региональных и федеральных депутатов. Мнение соседних регионов, которые имеют подобную сложно подчиненную структуру, таких как Тюменская область, Антемансийский и Ямало-Ненинский округа. Так депутат Государственной думы от Ненинского округа Михаил Кисляков считает, что необходимо оставить уже существующие, сложившиеся годами отношения между областью и округом. Единственный момент сложный для нашего региона, это то, что у нас сложно восполнить субъект, и договорные субъектные отношения в этом законопроекте не отражены. Мы сегодня будем вносить поправки от Сергея Николаевича Коткина, я буду вносить поправки в этот законопроект. Вот сейчас я входил в комитет по законодательству, разговаривал с Крашенинниковым. Есть понимание и у комитета, и у самого главного правительства о том, что субъектные и договорные отношения необходимо сохранять. Это самое главное. Напомню, что авторами законопроекта об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации являются глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишес. Законопроект поступил в Нижнюю палату парламента 27 сентября. 1 октября прошел стадию рассмотрения Советом Госдумы.